всем привет вы на канале татьяна из казахстана нахожусь на улице байтурсынова а это детская поликлиника айболит так выглядит магазин спутник и перед ним сейчас идет строительство нового сквера ну а я приглашаю вас прогуляться по улице байтурсынова бывшая рубинштейна и вначале сразу прошу вас поставить лайк этому видео чтобы просмотров было больше подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео на моем канале кстати прогуляться по этой улице предложила моя подписчица надежда ей большой привет надеюсь что и другим будет интересно эта прогулка первые этажи в этих домах отданы под торговые площади магазины аптеки раньше вот в этих домах которые мы сейчас видим располагались сеть обувных магазинов канны и изуму сейчас их здесь нет но этот перекресток известен каждому шимкенцу место где можно купить и продать сотовый телефон одно из зданий юкг южноказахстанский государственный университет имени мухтара уэзова находится он на пересечении проспекта талки хана и улице байтурсынова это здание бывшей кулинарии агбитай сейчас тоже какая-то торговая . а эти дома вроде бы назывались обкомовскими насколько не помню они находились рядом с опол администрации дошла до здания технической библиотеки наверное каждый студент нашем городе хотя бы раз посещал эту библиотеку она также находится на улице байтурсынова напротив пединститута ничего не изменилось здание пединститута города шинкен А об этом двухэтажном здании хотела бы спросить у вас, находящимся напротив пединститута. Что здесь было? Пишите в комментариях. А это ностальгия для тех, кто учился в политехническом техникуме, как, например, я. Это здание сейчас бизнес-центра Парасад. И в него можно зайти, зайти во двор. Конечно, здесь все кардинально поменялось. Но просто почувствовать атмосферу твоего учебного заведения очень интересно. Пишите в комментариях. Может быть, из моих подписчиков есть те люди, которые учились в этом учебном заведении в политехническом техникуме. Буду очень рада. Ну а мы с вами продолжаем нашу прогулку. Мы дошли до перекрестка Ганииляева-Бетурсынова, раньше Полторацкого-Рубинштейна. Видим красное здание. Это бывший кооперативный техникум. Сейчас это школа. Подойдем сейчас поближе. Вот так вот здание кооперативного техникума выглядит сейчас. А это здание. Один из корпусов политехнического техникума. Сейчас это редакция газеты Айгак. Идем дальше. Напоминаю, что мы прогуливаемся с вами по улице Бетурсынова, бывшая улица Рубинштейна. По Бетурсынова не так много жилых домов. Вот один спрятался. Его даже не видно у дороги. Здание типографии. Все так же на том же месте, как и раньше, как и в советское время. Это высотное здание, которое мы сейчас видим. Это архив нашего города. Все так же, как и в советское время. Вот вид на типографию немножко поближе. Так вот она сейчас выглядит. Это уже новая достопримечательность нашего города. Пятизвездочный, всемирно известный отель Эвиксес. Это дом, в котором расположен магазин Боян Сулу. Все так же, с таким же названием. Это еще одна новая достопримечательность нашего города. Ледовый дворец Муссарай, который находится на улице Желтоксан и Бетурсынова. Также Риксес располагается напротив Муссарая, на пересечении этих же улиц. Ну и напротив Риксеса находится архив. Решила подойти к Муссараю поближе. Вот так вот он выглядит. И сразу вопрос. Кто-нибудь вспомнит, что раньше проводилось здесь часто, на этом месте, где сейчас Муссарай? Пишите в комментариях. Еще одно учебное заведение находится на улице Бетурсынова, рядом с Муссараем. Это бывший гидротехникум. Сейчас это колледж инноваций и технологий имени Манапа Утебаева. Продолжение следует... Напротив гидротехникума появились новые здания. Это торговый дом Арман и здание банка Центр Кредит. Возвращаемся обратно. Проходим мимо банка Центр Кредит. Отель Риксес и дойдем до бывшего энерготехникума. Продолжение следует... Вернулась обратно, чтобы поснимать для вас магазин Воен Сулу. Вот так он сейчас выглядит. Теперь немного пройдемся по улице Желтоксан, бывшая Долорес. Дойдем до проспекта Кунаева. Здание Департамента бюро по национальной статистике города Шенкента. А эти высотки по проспекту Кунаева долгое время были не достроены. И только в начале 2000-х их достроили и заселили. В здании бывшего энерготехникума сейчас располагается политехнический колледж. Два колледжа объединили в один. Мы с вами дошли до пересечения улиц Желтоксан и проспекта Кунаева. Давайте пройдемся еще немножко по проспекту Кунаева. До 2004 года это был бульвар Кунаева, который заканчивался именно на этом месте. После 2004 года было принято решение продлить дорогу до микрорайонов. И это стал проспект Кунаева. Здесь построено очень много высотных красивых зданий. Это розовое здание, это бывшая гостиница Саппар. Сейчас не работает. Здание перед нами с большим LED-экраном было построено буквально год назад. Это бизнес-центр. Ну а вот это сооружение с желтыми башенками – это развлекательный центр Бамзик. А вот так вблизи выглядит гостиница Саппар. Она, к сожалению, не работает. Здание очень долгое время находится в заброшенном состоянии. Год назад рядом с ним выросла вот эта высотка под названием Алба. А это торговый дом обуви Канны. Это бывшее здание Тимирбанка. Сейчас кафе Камшат. На этом моя прогулка подошла к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.